Привет, дорогие друзья! С вами снова я, Анна Сочина. Сегодня Минюст опубликовал список тех СМИ, которые на территории России признаны иностранным агентом. Одновременно с этим вышла новость, что теперь этих же инагентов не будут пускать на заседание Госдумы. Отмечу, что это было сделано в качестве зеркальной меры на недопуск Russia Today в Конгресс США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин наряду с лидерами думских фракций обещал же, что мы будем ограничивать американские СМИ точно так же, как США ограничивает наши Russia Today. Кстати, если в Госдуму иностранных агентов не будут пускать уже завтра, то Совет Федерации примет такое решение только 15 декабря. Как бы там ни было, лично я еще ни разу на думских заседаниях этих СМИ не видела, так как Радио Свобода и прочим для материалов присутствие их журналистов на заседании и не нужно. Главное написать, что все плохо, а разбираться никто не будет. В связи с этими новостями я решила сделать не просто обзор иностранной прессы, а обзор материалов от тех СМИ, которые вошли в список иностранных агентов. Всего их 9. И начнем мы с самого яркого вчерашнего выступления на Радио Свобода. Вы готовы резать русню? Не Путина. Готовы ли вы резать русского, который будет ломиться в ваш дом, понимая, что вы именно режете русню? Конечно, стоит учитывать, что это было сказано в эфире украинского Радио Свобода. Однако финансирование что украинского, что российского, что остальных подразделений осуществляется из Конгресса США через Совет по правам вещателей. Так что где именно это было сказано, особой разницы не имеет. Но чтобы быть объективной, я покажу вам последние материалы из российского Радио Свобода. Итак, здесь можно спокойно кликать на любую статью, не выбирая. Так что давайте посмотрим, что нам предлагает заглавная страница. Хорошо, узнаем, кто там на этот раз борется с Путиным. Мы на самом деле приехали высказать славу поддержки вам, потому что мы просто были поражены, что есть такой человек, который выражает свою гражданскую позицию. И не только выражает, а еще и показывает другим людям. Да и вообще мы считаем, что ваш магазинчик это, наверное, самый демократический объект в русско-высоцком. Таких людей, как вот я, как вы, их дофига. Просто не у каждого может есть магазин, как говорится, и режим из-за него вешать вот такие плакаты. Радио Свобода вообще обожает вот эту рубрику про маленького человека, который борется с системой. Такие истории она публикует постоянно, и владелец магазина из села под Петербургом, вешающий на свой магазин плакаты против Путина, это лишь одна из них. Тут просто огромная статья про его тяжелую борьбу с режимом, но мы ограничимся цитатой. В ней говорится о том, что плакаты предпринимателя отправляются на экспертизу в Центр ЭА, а потом на основе этих экспертиз уголовных дел не возбуждается. Но Дмитрий все равно недоволен. Таких плакатов у меня примерно около сотни уже было, и каждый сопровождается таким описанием. Полиция же тоже старается делать все по закону. Как в нацистской Германии по закону сжигали евреев, вот и у нас они пытаются по закону заткнуть мне глотку. Грубо говоря. Вообще анализировать в материалах Свободы особо нечего, так что дальше я просто покажу вам их подборки. Но тут снова без оригинальности. Только не Путин. Больше власти. Это про Мундепа в лице Яши, на котором лично я больше власти поостерегалась бы давать. Но то не Свободная Я, а это Радио Свобода. Ну и мое любимое. Токсичная Россия. Это про нашу токсичную экономику рассуждают эксперты из оппозиции. И, наконец, санкции против Путина. Поясню. На днях в Вильнюсе опять прошел форум Свободной России, где оппозиционеры в лице Гарри Каспарова, Фейгена, Иларионова и так далее составили санкционные списки и снова призвали Запад посильнее надавить на Россию. Ну а теперь этот же Иларионов воодушевляет слушателей Радио Свобода. Я могу продолжать еще долго, но у Радио Свобода есть еще проекты, достойные вашего внимания. Вот, например, Крым Реалии. Он также попал в список. Из последних статей мне особенно понравились вот эти две. Заголовок прочитали? А теперь вступление. Тоталитарные режимы насаждают гражданам беспомощность, а также не дают им взрослеть и критично мыслить. Как поддерживать психическое здоровье в условиях аннексии Крыма? Можно ли помочь тем, кто стал жертвой пропаганды? И как уберечь от нее детей? Вам психотерапевт не нужен случайно? Если вы почувствуете вдруг, что режим на вас сдавит, то обращайтесь к Светлане. Ну и социальный геноцид, конечно. Обычно его на сайте Крым Реалии испытывают крымские татары. Но в этот раз геноцид проводится в отношении всех жителей полуострова. Но не думайте, что существует только Крым Реалии. Есть же еще новый проект Сибирь Реалии. Я не буду останавливаться на заглавных статьях о жертве двух диктатур. Под двумя диктатурами подразумевается Германия и Россия 40-х годов, конечно же. И избитыми клише «Гитлер равно Сталин» я вас мучить не хочу. А вот статьи по типу «Почему я не сибиряк» – это дело уже более серьезное. Тут на целую страницу идут рассуждения о том, является ли Сибирь частью России. А вывод делается следующий. Должны настать те времена, когда разговор о том, что такое Сибирь, станет нормальной повесткой дня, а не 280-й статьей УК РФ. При этом Радио Свобода заявляет, что отвергает какие-либо экстремистские воззрения. Верим. Особенно после призывов резать русню. Я не буду останавливаться на таких проектах, как «Кавказ Реалии» или «Идель Реалии» или «Татарстан Реалии». Там вы увидите точно такие же заголовки. Лучше напоследок посмотрим, что это за проект «Фактограф», который также был признан иностранным агентом. Оказывается, он тоже является частью Радио Свобода и Голоса Америки. Так что вообще не совсем верно говорить, что мы признали иноагентами 9 СМИ. По сути, все это объединение Радио Свобода и Голоса Америки. Я раньше даже не знала о существовании фактографа, который оказался платформой, где проверяются заявления российских официальных лиц. Фактчекинг, другими словами. Идея, конечно, неплохая, и некоторые заявления опровергаются вполне справедливо. Но без перекручивания фактов все равно не обходятся. Допустим, Медведев говорит, что Россия стала самым крупным в мире экспортером пшеницы. Фактограф это признает. Но надо же все равно сказать про рашку-говняшку. Поэтому они добавляют, что по общему объему производства-то мы все равно отстаем. И плевать, что речь об экспорте, а не об объемах производства. Или вот сравнялась ли Россия с развитыми странами по темпам экономического роста, о чем сказал, опять же, Медведев. Он приводит слова экспертов, а фактограф в ответ слова других экспертов. А, как известно, экспертное мнение – это настоящая область тьмы, где сказать можно все, что угодно, и фактчекинг тут вообще ни при чем. А вот осадок остался. И если все эти проекты типа Крым-реалии являют собой очень топорную пропаганду, то вот фактограф работает гораздо тоньше, как и канал Настоящее Время, также принадлежащий Радио Свобода. Но людей, которые не умеют критически оценивать информацию, подобные СМИ влияют просто отлично. Знаете, я не отрицаю, что Russia Today освещает информацию в определенном свете. Но еще никогда я не видела там статей вроде «Токсичная Америка» или «Почему я не калифорнеец». А может зря и пора начать.